всем добрый вечер у Александр Невский сегодня поработаю немножко над Нельсоном ну и хотелось бы на память оставить это движение. Что такое Нельсон? Нельсон это захват, когда я нахожусь со стороны спины, руки мои из-под рук партнера, отсюда ложатся на шею, так, так, и дальше отсюда идет прижимание к себе и отвожу вперед от себя руки, вот сюда и ломается шея, очень неправильно, когда отстраняют из себя и начинают душить, здесь у партнера появляется возможность руки вниз опустить и захват может сорваться, то есть между нами здесь не должно быть большого пространства, я должен быть прилипший к нему, тогда отсюда руки лягут, очень хорошо, удобно поднимать, как только я немножко нахожусь или сбоку, у него появляется возможность мою руку смять, или я слишком низко, тяжело уместно сделать, потому что у него руки опущены вниз, и он мои руки сминает, надо стараться встать таким образом, чтобы вы были примерно на одном уровне, если партнер явно выше меня и мне надо добраться, я должен сделать ему подбив, грубо говоря, я должен подбить его немножко, и таким образом опустить его до своего уровня, что еще важно, не дать партнеру наклоняться, если, когда я беру Нельсона и партнер наклоняется, он разрывает дистанцию между спиной и грудью, и мне уже здесь очень тяжело сделать нормальное воздействие, то есть он там уже срывает мои руки, когда это можно делать Нельсона, когда боремся, каким-то образом я остался, зашел за спину отсюда, и отсюда что я должен сделать, я должен его выпрямить, чтобы выпрямить, я должен подвести одну ногу под него, и как будто его прижать себе, будем их вот сюда, опрагивать, вот сюда, рука сразу же идет на шею, очень важно, чтобы руки максимально быстро шли на шею, если будет небольшая задержка, то партнер мои руки сомнет, то есть мы зашли вот сюда, вот движение, если будет одно движение, я встал, будет перерыв, потом я упаду сюда, он соображает, он мне руки прихватит, я его должен выпрямить, и одновременно одна рука, а следом за ней другая, сразу тянутся к шее, то есть движение, держит. Очень неплохо, если будет небольшое поступательное движение вперед, потому что если партнер стоит как бы на месте, и вот отсюда, у него больше шансов сообразить, что надо сделать, если я партнер немножко вышиваю, вот туда вперед двигаюсь, то мне его легче сломать, выйти на это движение. Часто бывают ситуации, когда партнер берет мои ручки и сминает, один из вариантов, не супроцентный, но может проскочить, то есть я тянулся в захвату, а он руки мои сминает, да, что отсюда делаем, собираем вот таким образом захватик, вот таким образом, и делаем как будто удар в диафрагму. Задача его заставить выдохнуть. Если он сейчас без моего воздействия, он видит, контролирует, руки сжимает. Когда я резко бью ему по диафрагме, по отростку очевидному, у него получается небольшое отстранение тазом, а когда отстранится тазом, появляется небольшое пространство, и эти руки я смогу смять. То есть что я делаю? Движение вот такое. Согнул, и дальше пошли руки сразу сюда. Что здесь важно, повторяю, плечи, плеча вот сюда, плечи поднимает таким образом, чтобы он уже плечи не смог опустить. Очень хорошо взять захват и поконтролировать, дать партнеру защищаться, попускать плечи. Вот я сейчас немножко отстранюсь, возьму неправильно от себя, и к партнеру, и прогибаем шею, шею прогибаем. Срывай захват. Если же я его прижимаю к себе, отстраняемся. Я даже не ломаю, просто выключил ручки. Вот таким образом. Пытаемся уйти. Вот, выключат ручки. А когда падает воздействие на шею, будет уже болевый. Ну вот, немного анальсини. Всем удачи. Спасибо.